Всем привет! Меня зовут Анна Крюк. И мы находимся в галерее Ващенко, готовые проходить квест. Обо всех подробностях расскажет Олег Курашов. Здравствуйте, ребята! На самом деле, то, что мы вам сейчас готовы предложить, совершенно необычное действие. Это квест, музейный квест, и вас ждут, в общем-то, разные задания, но любой квест предполагает награду, да? У нас будет даже две награды. Первое задание, оно даже не столько задание, сколько я хочу посмотреть, можете ли вы работать в команде. Потому что сегодня мы не просто пройдем испытания, мы сегодня постараемся научиться видеть в картинах тайный смысл. Сначала я вам даю вот такую вот маленькую картинку. Что это за картинка? Может, это часть картины? Без проблем. Прошу. Теперь там, где горит свет, там нужно найти, что это такое. И там мы уже поговорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ох, нашли! Да, вы правы. Но давайте посмотрим на эту работу, отойдя буквально на несколько шагов. На самом деле, говорил Ващенко, это художник, у которого в картинах всегда есть какой-то потаенный смысл. Работа покаяния, когда образ человека, который просит прощения у женщины. На самом деле, давайте взглянем на образ этой женщины. Посмотрите, на что похожи тени на заднем плане? На горы. На горы. Хорошо. Еще какие варианты есть? Вот давайте попробуем. На крыльях. Вот, видите, уже похоже на крылья, правда? На самом деле, художник всегда дает нам какую-то зацепку. Узнать, зачем он это делал, что он хотел нам сказать. В общем-то, сегодня мы будем искать в творчестве у разных художников вот такие скрытые потаенные образы. А теперь мне надо подойти к этой работе и достать маленький секрет. И я вам хочу вручить вот такой вот осколок. На самом деле, сегодня мы будем собирать осколки вот такого пазла, комикса о одной работе, говорила Харитоновича Ващенко. Наша задача сейчас завоевать несколько осколков, но для этого нужно научиться не просто смотреть на картины, а отделять, что же мы все-таки видим. И вот начнем мы с необычных иллюзий. Вот сейчас будем смотреть на картину и смело говорить, что мы видим. Готовы? Да. Первая работа. Что мы видим? Вот как взялись. Зайцы. Все просто. Ну, конечно, это и утка, и заяц одновременно. Чуть-чуть усложняем. Готовы? Да. Что это? Кто это? Девушка. Девушка? Да. А если я вам вдруг скажу, что это не девушка, а это портрет старухи такой злой. Да. Да. Но на самом деле художники очень часто просто играют с нашим воображением. Итак, мы с вами сейчас создадим сами работу. Единственное, что, конечно, художник нам немножко помог. Не все картины художники рисуют непосредственно на бумаге или на холсте. В некоторых случаях они создают вот такую интересную матрицу. У нас здесь линогравюра. Кусок линолеума, на котором художник уже убрал все лишнее. И вот если покрыть эту линогравюру краской, ну, мы используем простую акварель, и сделать оттиск, то можно получить, с одной стороны, очень похожие, с другой стороны, совершенно разные изображения. В результате получается настоящий и, кстати, совершенно не грустный портрет. Молодцы, ребята. Этот пазл вы сложили и узнали, что картина «Последний луч», которую можно увидеть у нас в галерее, это не просто работа, а это работа об одном дне в жизни Ващенко. 45-й год, ему 17 лет. Сердце колотится уезжать из дома, но он едет в Киев, чтобы стать художником, и ворота в лучах заходящего солнца светятся, как будто портал, портал в какое-то будущее. И вот для Ващенко это рубеж, который отделил жизнь деревенского мальчика от карьеры народного художника Республики Беларусь. Ребята, квест был очень интересный, но мы вам показали не все задания, чтобы вам самим интереснее было его проходить. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова